Цифровая витрина представляет аудиокнигу Сергея Воронина «Дневник криминалиста». Сборник рассказов Сборник рассказов писателя Сергея Воронина, широко известного в России и за рубежом по эзотерическому роману «Сын Ра», посвящен описанию малоизвестных широкому читателю сторон деятельности криминалистов в современной России, основана на реальных событиях и фактах. Из этических соображений некоторые имена и фамилии литературных персонажей изменены. Заколдованный лес «Гулимов, подъем, на выезд!» Противный голос стеклорез вечного дежурного по ЛУВД на транспорте майора Архипова буквально подбросил меня на облупленном кожаном диванчике в комнате отдыхающей смены. Я с трудом встал и протер заспанные глаза. Да, пятьдесят лет сказываются, однако. А помнишь, как ты двадцатилетним дембелем резво прыгал по отделу, как кузнечик? Что день, что ночь тебе — все тогда было по барабану. С грустью подумал я, вспоминая, как мой двоюродный брат Сергей, будучи прокурором, привел меня, тогдашнего веселого дембеля советской армии, в 1991 году, в экспертно-криминалистический отдел железнодорожного РОВД города Барнаула. Так, с должности простого техника, начинался мой тернистый путь эксперта-криминалиста, длиной в двадцать девять лет. И сегодня я старейший сотрудник экспертной службы не только транспортной полиции, но и всего Алтайского края. А это, господа, кое-что значит. Я быстро умылся, проверил свой мобильный комплекс эксперта-криминалиста Папилон М стоимостью в сто тысяч долларов, позволяющий в считанные минуты пробить и идентифицировать отпечатки пальцев любого человека. Этот дорогостоящий аппарат выбил для нашего отдела легендарный Вась Васич. Так ласково за глаза сотрудники транспортной полиции называли Василия Васильевича Кунгурова, начальника Алтайского ЛОВД на транспорте. Таких уникальных приборов на Алтае только два. Один у нас, другой в ЭКЦ ГУВД по Алтайскому краю. И все. Загрузив Папилон в нашу газельку, я отправился в дежурную часть. — Ну, что там опять случилось, Саня? — спросил я майора Архипова. Девушка двадцати лет бросилась под поезд под Навалтайском. — Ох, елки-палки, очередная Анна Каренина! — Да чего же я не люблю это дело! — недовольно пробурчал я, предвкушая крайне неприятное зрелище. Из всех ДТП происшествия с поездом — самое тяжелое в эмоциональном плане для всех участников следственного осмотра. Уж это я знал не понаслышке. Наша следственно-оперативная группа в полном составе выдвинулась в город Навалтайск, расположенном в двадцати километрах от Барнаула на правом берегу реки Абби. Наш путь пролегал через старый железнодорожный мост, станцию Присягина и станцию Развилка. Стояло бархатное бабье лето. Я очень люблю это время года. Разноцветье пышно увядающей природы вызывало приятные иллюзии. Моя память бережно хранила воспоминания о наших счастливых семейных походах по грибы и по ягоды, романтических свиданиях в осенней ленточном бару, уникальном лесном массиве ледникового периода, которым могут похвастать только, пожалуй, Бразилия и Алтайский край. Мы проезжаем поселок Чесноковка, названный так в честь одноименной речки, протекающей через весь Новоалтайск и примыкающей к городу лес. Я улыбнулся, вспомнив историю, связанную с поселком Чесноковка. Участковым в этом поселке работал капитан Бобровничий, с которым я вместе учился на заочном факультете Барнаульского юридического института МВД России. Бобровничий рассказал мне как-то, что до этого он работал начальником отряда в ИК номер 8 строгого режима для туберкулезников, которая расположена на станции Развилка недалеко от Новоалтайска. Затем, изрядно устав от тюрьмы и ее пассионарных обитателей, Бобровничий слезно попросился в территориальный отдел полиции и вскоре перевелся участковым в поселок Чесноковка. Каково же было его удивление, когда в этом поселке он вновь увидел знакомые, опостылившие за время тюремной службы, рожи своих туберкулезных зэков. Зэки испокон веков предпочитали селиться на свободе недалеко от родной тюрьмы. В этой неприятной истории, пожалуй, был только один плюс. Бывшие зэка полностью сохраняли тюремную иерархию на свободе. Кто был козлом, тот козлом и оставался. Кто был петухом, кукарекал на свободе так же, как на зоне. Обиженные односельчанами петухи по привычке бежали стучать участковому, как своему родному начальнику отряда. С тех пор служба Бобровничева в Чесноковке пошла без забот, без хлопот, как говорится, по привычному тюремному расписанию. Вскоре мы прибыли на место, остановившись возле небольшого деревянного строения для работников станции Новоалтайская, и зашли внутрь. В дверях нас встретили двое угрюмых мужчин зрелого возраста в форме железнодорожников. «Приехали, наконец-то! Не прошло и года!» — недовольно произнес хмурый мужчина, лет сорока пяти, с тяжелым неприветливым взглядом. Я промолчал, сделав вид, что не заметил его сарказма. «Ну, что тут у вас случилось?» — спросил молодой лейтенант, следователь следственного управления на транспорте Следственного комитета России. «Молодая деваха кинулась под мой тепловоз. Вот что случилось!» — откликнулся пожилой мужчина в углу комнаты, по-видимому, машинист того самого злосчастного тепловоза. «Понятно!» — сказал следователь. «Ну что же, ждем судебного медика из Новоалтайска и начинаем осмотр!» Вскоре появился судмедэксперт Володя Пятаков, бессменный эксперт бюро СМЭ города Новоалтайска, с вечным запахом перегара изо рта и искрометным черным юмором, который присущ, на мой взгляд, всем судебным медикам нашей планеты Земля. Без лишних слов в гробовой тишине мы двинулись по железнодорожным путям. Было раннее утро, что-то около шести утра. Начинался рассвет. Железнодорожная колея проходила посреди реликтового ленточного бора. Тело несчастной девушки лежало в трех метрах от железнодорожного полотна и напоминало поверженную неким злодеем большую ископаемую птицу. «Она, голубушка, стояла прямо передо мной, закрыв глаза», — пробормотал машинист, который пошел вместе с нами на место происшествия. Я ее увидел уже издалека, начал сигналить, как сумасшедший, но никакой реакции. В последний момент она открыла глаза, и я увидел ее взгляд, полный тоски и отчаяния. Это была какая-то доля секунды. Но мне тот момент показался целой вечностью. С другой стороны железнодорожного полотна я увидел левую ногу девушки в джинсах, оторванную от самого бедра. Рядом с ногой лежала дамская сумочка. Белый, как полотно следователь, поднял сумочку и присел на корточки, якобы осмотреть ее содержимое. Было очевидно, что молоденькому парнишке просто стало дурно. Бондаренко Светлана, 2001 года рождения, прочитал следователь в найденном паспорте девушки. Какая красивая была, всего девятнадцать лет. Ничего не жилось, дурехи. Все время, пока шел осмотр, меня не покидало ощущение дежавю. — В чем дело? — спрашивал я себя, не понимая причину неожиданно накатившей тревоги. И тут меня осенило. Я знаю это место. Я был здесь при похожих обстоятельствах два года назад. А дело было так. Зимой 2018 года нас вызвали на очередное ДТП на Новоалтайской железной дороге. Ситуация более чем странная. Мужчина, 48 лет, заблудился на железнодорожных путях и угодил прямиком под поезд. Как было установлено впоследствии, мужчина был абсолютно трезвым, а при нем обнаружена крупная сумма денег в размере 20 тысяч долларов. Он собирался эмигрировать в Казахстан к близким родственникам, поэтому продал свою квартиру в Новоалтайске. Он ждал поезда до Семипалатинска на станции Укладочной, но потом почему-то решил пройти пешком по шпалам до Новоалтайска. Была хорошая погода, но уже смеркалось. Было что-то около шести вечера. По словам машиниста, мужчина шел по рельсам, как самый настоящий зомби. Он не слышал сигнала тепловоза и пер на него, как бык на Тореадора. Финал той сумасшедшей кориды с поездом было совсем нетрудно предугадать. Но у следствия тогда осталось больше вопросов, чем ответов по этому очень странному уголовному делу. Тогда это место происшествия представляло собой однотипный заснеженный лес сосняк, поэтому я его сразу и вспомнил. Но теперь... Теперь эта картинка буквально ожила в моем экспертном мозгу. Что-то не так в этом датском королевстве, — мрачно подумал я и направился к следователю. — Ну что, мы закончили осмотр. Надо убирать тело с путей, — сказал я. В ответ — гробовое молчание. — Я так понял, что желающих мне помочь нет, — удивился я. — Хорошо, я сам все сделаю. Я отправился к телу девушки, поднял его за одежду. Голова несчастная безвольно повисла, как у гусыни. Мне стало невыносимо жаль эту маленькую беззащитную птичку, которую безжалостно раздавил беспощадный каток нашей такой жестокой и абсолютно бессмысленной жизни. Что это было? Несчастная любовь или банальная ссора с родителями? Боюсь, что мы так никогда этого и не узнаем. Я шел по шпалам, как жуткий персонаж с картины Сальвадора Дали. В правой руке я держал тело несчастной девушки, в левой руке ее ногу. Какой-то сюрреализм, кошмарный и совершенно абсурдный одновременно. Морально опустошенный я вернулся в станционный домик. К тому времени там было уже полно народу. Набежали какие-то женщины, путевые обходчики. Женщины пили чай и активно обсуждали трагическое происшествие. Это место проклятое, я вам говорю. С волнением говорила одна женщина с огромной бородавкой на лице. Весной 2015 года там в лесу повесился грибник. А в 2016 году от разрыва сердца умерла моя свояченица, здоровенная баба сорока лет. Тоже неудачно сходила за грибочками. Каждый год у людей возникают разные неприятности со здоровьем в этом лесу. Может быть, какая-то радиация? Поселок ракетчиков ведь тут у нас рядом, совсем недалеко. — Да что, черт возьми, у вас тут происходит? — закричал я. — И у меня в 2018 году мужик тоже очень странно ласты склеил в этом месте, угодив прямо под тепловоз. В комнате повисла тяжелая пауза, как в немой сцене спектакля «Ревизор». Вернувшись после осмотра места происшествия в отдел полиции, я целый день еще ходил под впечатлением увиденного и услышанного. Затем будничные экспертные дела, наконец, рассеяли флер неприятных переживаний. Я забыл об этом печальном происшествии на железнодорожной станции «Алтайская». Но только на время. Только на время. А напомнил мне все своим неожиданным звонком наш веселый и находчивый судмедэксперт Володя Пятаков из Новоалтайска. — Жека, привет! — услышал я в трубке знакомый хриплый голос заядлого курильщика и пьяницы. — Как твое? Ничего! — Хочу тебя обрадовать! В крови погибшей Светланы Бондаренко обнаружены следы радиоактивного газа радона. Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, которого в избытке в Алтайском лесу. — Да ты что! — удивился я. — А откуда он там взялся? — В том-то и дело, Жека! — ответил Пятаков. — Виновата наша знаменитая речка Чесноковка. Она никогда не замерзает вследствие постоянных технических сбросов предприятий Новоалтайска. Река систематически подмывает грунт и освобождает газ радон из почвы, причем в очень больших количествах. Ложбина станции Алтайская и плотный лес с двух сторон железной дороги создают эффект замкнутого пространства. Люди, попавшие в эту природную газовую камеру, теряют разум и ориентацию в пространстве. Очень часто под воздействием радона возникают и суицидальные желания. «Ведь известно, что радиация в первую очередь поражает головной мозг!» «А ларчик-то просто открывался!» — пробормотал я, у которого пазлы в картине всего произошедшего с нами наконец-то сложились. Ночные дежурства по Барнаулу В работе любого следователя особую роль играют ночные дежурства по городу в составе следственно-оперативной группы. И, конечно, особенно запоминаются первое дежурство и первое уголовное дело. Так мне запомнилось уголовное дело главного инженера Сергея Сергеевича Фомина. Это как раз было мое первое дежурство в качестве следователя прокуратуры по городу Барнаулу. Как сейчас помню, 2 января 1989 года я вышел на работу в свой первый день службы в Барнаульской спецпрокуратуре по надзору за соблюдением законов в ИТУ. Вообще-то, по заведенной в прокуратуре давней традиции, помощники Барнаульского прокурора за соблюдением законов в ИТУ не ходили на суточное дежурство по городу. Подразумевалось, что мы находимся в перманентном дежурстве в курируемых нами исправительных учреждениях. Но в этот день старший следователь Октябрьской прокуратуры города Барнаула, с сотрудниками которой мы делили свой двухэтажный деревянный курятник на улице Сизова, Валерий Дмитриевич Иванов, старейший и опытнейший следователь прокуратуры Алтайского края, попросил подменить его на время суточного дежурства, так как ему надо было срочно выехать из города по семейным обстоятельствам. — Серега, тебе и делать на дежурстве ничего не придется. Народ после новогодних праздников отмокает, и ему явно не до криминала, — уговаривал меня Валерий Дмитриевич. Надо сказать, тут он совершенно не угадал. За ночь я поднял шесть жмуров, из них два криминальных и четыре самоубийцы. Это дежурство, дорогой читатель, я запомнил на всю жизнь. — Приехав на место убийства Фоминой в дверях криминальной квартиры, меня встретил следователь прокуратуры индустриального района Пинчуков, крайне неприятный тип, лет сорока, который, сразу же оценив, что перед ним еще не оперившийся птенец, начал грузить меня по полной. — Послушай, парень, преступление совершено на моей территории. Я уже все осмотрел, там нет 103-й. Статья 103 УК РСФСР, предусматривающая ответственность за убийство. — Там чистая 108-я. Статья 108-я, часть 2 УК РСФСР, предусматривающая ответственность за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. — Так что спокойно возбуждай уголовное дело по статье 108-й и балдей дальше на своем дежурстве. И с осознанием выполненного долга Пинчуков удалился с места происшествия. Его маневр был предельно прост и бесхитростен. Возбуждая уголовное дело по части 2 статьи 108 УК РСФСР, Пинчуков избавлялся от абсолютно ненужного ему уголовного дела, которое автоматически уходило в подследственность территориальных следственных органов МВД. Войдя в эту злополучную квартиру, я увидел вдрызг пьяного мужчину лет 45, который сидел возле кухонного стола, трагически обхватив голову обеими руками. Прямо перед ним, лицом вниз, в луже темно-бурой, уже засохшей крови, лежал труп красивой молодой женщины. Быстренько осмотрев место происшествия, я приступил к допросу Фомина, хотя по закону должен был отложить данное следственное действие до его полного вытрезвления. Но у меня еще свежи были студенческие познания в области криминалистики, которая гласит, что нет более эффективного тактического приема, чем допрос по горячим следам, когда преступник еще не готов оказывать следствию активное противодействие и довольно хорошо колется. А обстоятельства убийства были следующими. Сергей Сергеевич Фомин, главный инженер Барнаульского завода АТИ, завод азбестотехнических изделий, два года назад женился на Людмиле Фоминой, которая почти на 20 лет была моложе Сергея, весьма благополучно удочерив двух ее детей от первого брака. Супружеская жизнь сразу же не заладилась, так как Людмила оказалась нимфоманкой, а у Фомина, возможно, из-за долгих лет работы на этом крайне вредном предприятии, начались расстройства в половой сфере. Бесконечные укоры и упреки жены только усугубили эту проблему. 2 января 1989 года Фомин решил устроить своей супруге романтический ужин при свечах, купив цветы, шампанское и тортик, предварительно отправив дочерей к теще. Однако все с самого начала не заладилось. Людмила пришла около 20 часов с новогоднего девичника под шофе и явно в плохом настроении. С самого начала она набросилась с упреками на Сергея, не забыв напомнить ему, что он не только слабый в сексуальном отношении мужчина, но еще и плохой хозяин. Даже обои на кухне не сумел наклеить к празднику. Фомин тут же бросился в кладовку за обоями и сапожным ножом, поспешно принялся замерять и кроить их, намереваясь произвести хотя бы косметический ремонт. «Нет, вы только полюбуйте на этого идиота!» Истерически завизжала Людмила. «Новый год, однако, а он вздумал делать ремонт!» «Нет, Фомин, уйду я от тебя, дурака! К молодому, сильному мужчине!» Ну, это уже совершенно переполнило чашу терпения Сергея. В аффекте он бросился на жену, дважды буквально прорубив ей грудную клетку, острым, как бритва, сапожным ножом. «Что же ты наделал, Сергей? Дочки остались сиротами!» Тихо произнесла Люда и отдала Богу душу. Фомин схватил уже бездыханное тело жены, обнял ее и, уливаясь горячими слезами, начал иступленно целовать лицо любимой женщины. Через некоторое время он позвонил в милицию, сообщив, что совершил убийство, и до приезда следственно-оперативной группы принялся, как воду, глушить на кухне водяру без закуски. В этом состоянии мы его и застали на месте преступления. Послушавшись Пинчукова, я возбудил уголовное дело по части 2 ст. 108 УК РСФСР, и где только этот недоумок усмотрел признаки данной статьи. Реакция на мое процессуальное действие последовала незамедлительно. На следующий день ко мне в прокуратуру позвонил Саша Поротников, начальник следственного отделения, индустриального РОВД, а в университетском прошлом бессменный и довольно успешный командир отряда «Ермак», главного конкурента «Русичей» на то время, и очень требовательно с металлом в голосе произнес по телефону. — Сергей, ты почему возбудил дело по части 2 ст. 108 УК? Это же не твоя, а наша подследственность. Будь любезен тогда приехать к нам в отдел и выставить регистрационную карточку на совершенное преступление. Я тут же побежал к Валерию Дмитриевичу Иванову и рассказал ему о сложившейся ситуации. Он нахмурился и мрачно изрек. — Серега, это конкретная подстава. Пенчуков подставил тебя, да и меня вместе с тобой. Не думал я, что он такая гнида. Никакой карточки тебе выставлять нельзя. Нас обоих тогда потащат в краевую прокуратуру. Следуя совету матерого следака, я стал избегать Поротникова, упорно не отвечая на его звонки, но Саша оказался тоже не лыком шитый, так и не дождавшись от меня положительного ответа, он пожаловался на мои процессуальные действия в следственное управление прокуратуры Алтайского края. Поскольку я являлся еще совсем юным сотрудником прокуратуры, на ковер к прокурору края Ивану Павловичу Гущину потянули Валерия Дмитриевича Иванова. Он вернулся оттуда мрачнее тучи, однако ничего мне не сказал ни слова упрека, а только угрюмо прошел мимо меня в свой изрядно прокуренный кабинет, где ожесточенно с каким-то садомазохистским остервенением запыхтел своей неизменной, как у Шерлока Холмса, трубкой, заполняя густыми клубами табачного дыма все окружающее его пространство на первом этаже прокуратуры. Настроение мое упало ниже ватерлинии. Получалось, что я уже в свой первый день работы умудрился довольно серьезно подставить старшего товарища. Мое удрученное состояние не осталось незамеченным для нашего единственного следователя спецпрокуратуры Сергея Аркадьевича Карасева, брутального мужчины, сорока лет, очень крупного и весьма представительного, к тому же бывшего десантника, сосланного к нам с понижением из прокуратуры Алтайского края за ДТП, совершенное в пьяном виде. Желая хоть чем-то утешить меня, он поведал мне почти анекдотическую историю из жизни моего главного на тот момент обидчика, следователя Пинчукова. — Знаешь, серьга, почему Пинчукова за глаза все зовут очколомателем? Интригующе начал свой рассказ Карасев. А дело было так. Однажды, в феврале 1983 года, я был вызван в индустриальный суд на допрос в качестве свидетеля по своему же уголовному делу. Я на тот период работал старшим следователем по особо важным делам следственной части прокуратуры края. Зайдя в здание суда, я увидел жуткую и одновременно комичную картину. Два здоровенных медбрата сквозь строй посетителей на носилках несут несчастного следователя Пинчукова, который лежал на животе, накрытый белой простыней и стонал, а сквозь простынь проступала его окрывавленная задница. — Что случилось? — спросил я у медбрата, находясь в полном недоумении. А произошло следующее. Вызванный на допрос в суд Пинчуков опрометчиво решил перед процессом сходить в туалет, где по недомыслию взгромоздился вместе с ногами на унитаз. Старенький срандель, как водится, не выдержал его кабаньево веса и развалился на части, сильно поранив ему при этом задницу. Говорят, в больнице Пинчукову даже зашивали порванное очко. Так что, Сержик, бог не Тимошка, видит немножко. Эта удивительная история действительно несколько утешила меня. И вскоре я совершенно забыл об этом неприятном инциденте на моем первом дежурстве по городу Барнаулу. За три года службы в прокуратуре я больше тридцати раз ходил дежурным следователем по городу. И даже брал с собой на некоторое дежурство своего двоюродного брата Женю, с которым мы всегда были роднее самых родных братьев. И которому к тому времени уже исполнилось девятнадцать лет. Так что он вполне созрел для настоящей полицейской работы. Именно эти наши ночные воежи и определились Женю в выборе его будущей профессии. До настоящего времени Евгений Валерьевич Гулимов, уже подполковник милиции, успешно работает экспертом-криминалистом в железнодорожном РОВД города Барнаула. Наши ночные экспедиции активно поощряла бабушка, которая провожала нас на дежурство, как, наверное, женщины провожали своих мужчин на войну, снаряжая всем необходимым провиантом и говоря ласковые напутственные слова. Из всех наших ночных дежурств одно почему-то особенно глубоко врезалось в мою память. Это было в апреле 1989 года. Мы с Женей, который неофициально при мне исполнял функцию внештатного помощника следователя, прибыли в дежурную часть ГУВД Алтайского края и не успели зайти в комнату отдыхающей смены, как нас уже вызвали на осмотр места происшествия. В центральном районе города Барнаула в девятиэтажке на улице Крупской на батарее парового отопления повесилась 70-летняя весьма упитанная бабушка. Обстоятельства этого крайне неприятного происшествия даже тогда показались мне более чем странными. Бабушка проживала в отдельной комнате в трехкомнатной квартире своего сына, у которого была жена и двое детей. В этой дружной семье, как обычно, шла ожесточенная война между свекровью и ее невесткой, где сын полностью встал на позицию своей супруги, также ополчившись против матери. Не выдержав издевательств со стороны бойкой невестки и иезуитского предательства сына, однажды вечером бабушка ловко закрепила на трубе парового отопления бельевую веревку и каким-то непостижимым образом умудрилась повеситься в крайне неудобном сидячем положении, в котором она просидела, судя по трупным явлениям, больше недели. Примечательно, что домочадцев совершенно не обеспокоил факт длительного отсутствия пожилой женщины в местах общего пользования, и они хватились ее только тогда, когда из-за плотной двери бабушкиной комнаты наконец потянуло запахом разложения. Только после этого любящий сын догадался вызвать следственно-оперативную группу. Мы прибыли на место происшествия в эту квартиру на девятом этаже панельного дома около 22 часов. Дверь бабушкиной комнаты оказалась заперта изнутри. Очевидно, бабулька, преследуемая всякими разными фобиями, постоянно закрывалась от своих дорогих домочадцев на ключ. Участковый, вооружившись топором, проворно взломал дверь, и тут нас окатила такая удушливая, тошнотворная волна, зловония, просто сбивающая с ног, отвратительного запаха гниения человеческого тела, к которому невозможно привыкнуть, что все домочадцы, участковый и Жека ринулись вон из квартиры на лестничную площадку. Однако запах и там основательно их достал. Поэтому вскоре они уже дружно бежали голопом по лестничному маршу на улицу. Лифт почему-то по закону подлости не работал. Где на тот момент уже собралась приличная толпа жильцов с восьмых и девятых этажей, также учуявших в своих квартирах это неповторимое амбре. Возле бабушки остались только я и пожилой эксперт Алтайского краевого бюро СМЭ Николай Васильевич Фролов, самый опытный и самый юморной судебный медик в Барнауле, да, пожалуй, и во всем Алтайском крае. Глядя на мое позеленевшее лицо, меня вот-вот должно было стошнить, Фролов бросился открывать окно в бабушкиной комнате. Судорожно, как рыба, полной грудью, вдохнув свежего воздуха, я приступил к осмотру тела. Зрелище было явно не для слабонервных. Несчастная бабулька походила на изрядно сморщенный гриб, сморчок, из-под которого обильно растекалась зловонная лужа темно-бурого цвета наподобие той, которая образуется иногда при нарушении условий сушки белых грибов. Человек вышел из океана, туда, очевидно, и уходит после смерти. Философски, очень глубокомысленно заключил я про себя, вспомнив академическую лекцию нашего чудесного преподавателя по судебной медицине в АГУ Александра Ильича Зорькина. Зорькин рассказывал нам как-то, что во время Вьетнамской войны американским солдатам из-за нехватки плазмы вливали в вены простую морскую воду, и они, что удивительно, при этом выживали. Дело в том, что кровь по своему химическому составу полностью идентично морской воде, что лишний раз доказывает наше океаническое происхождение. Руки висельника походили на перчатки печально известного убийцы-маньяка Фредди Крюгера, потому что невероятно раздулись под действием трупных газов до размера хоккейной краги, а толстые как сосиски пальцы украшали восьмисантиметровые хищно-загнутые когти. Ужас! Альфред Хичкок со своими наивными страшилками здесь просто отдыхает. Понятно, что в таких экстремальных условиях я очень быстро закончил осмотр. Теперь предстояло кантовать несчастное тело с девятого этажа на улицу, где уже стояла городская труповозка. Родственники бабушки и Женя по понятным причинам сразу же отказались принять участие в этом сакральном мероприятии. В итоге труп потащили втроем. Я, участковый и Николай Васильевич Фролов. Бабушка нам попалась, как я уже сказал ранее, весьма и весьма упитанная, а тащить предстояло аж девять долгих этажей. Мы положили ее на верблюжье одеяло, любезно предоставленное. Ему явно было жаль этого одеяла для любимой мамочки, сыном покойной, и понесли. Причем участковый, судмедэксперт Фролов, были вверху, а я держал концы одеяла снизу. Где-то между шестым и седьмым этажами из бабушки неожиданно хлынул зловонный ручей и прямо на мою новую курточку, которую мне совсем недавно соорудила ко дню рождения моя талантливая во всех отношениях мама. Благо, что предусмотрительной мамой куртка сверху была покрыта непромокаемой плащевой тканью, но все равно радости, как вы понимаете, очень мало от подобного освещения предмета. Когда мы, наконец, спустились со всей этой траурной процессии вниз, стоящая на улице толпа вдруг, как от прокаженного, судорожно метнулась от меня в сторону. Такое жуткое амбре истачала моя дивная курточка. Всю обратную дорогу, пока я ехал на милицейском оазе, заполняя салон автомобиля тошнотворным запахом, я мечтал только об одном — побыстрее добраться за сортира ГУВД края и замыть свою несчастную куртку. Однако и это мне сделать толком не дали. Не успел я зайти в туалет и подойти к крану холодной воды, как ко мне со всех ног уже бежал Женя. Нашу следственно-оперативную группу срочно вызывали на очередное происшествие — групповое изнасилование. «Носятся со своими пизами, макрощелки несчастные!» Сердито ворчал каждый раз Валерий Дмитриевич Иванов, с большой неохотой приступая к расследованию очередного уголовного дела об изнасиловании, которое традиционно страшно не любят и никогда не любили, все без исключения следователи прокуратуры. Грубо и смачно выругавшись в адрес всех мохнатых чемоданов вместе взятых, я обреченно побрел вслед за Женькой в сторону парадного подъезда ГУВД Алтайского края, где нас нетерпеливо дожидался дежурный УАЗик. Это изнасилование, совершенное в Нагорной части Центрального района Барнаула, было совершено нетипичным и порождало больше вопросов, чем ответов. Прибыв в Центральный РОВД, я начал с допроса потерпевших. Их было трое, этих девочек от 16 до 19 лет. Самой славоохотливой из них оказалась 16-летняя, очень смазливая девушка Ира. Она охотно поведала мне печальную историю группен секса и выразила пожелание, чтобы я, такой молодой и симпатичный следователь, вел их дело до конца. Две другие девицы неожиданно замкнулись в себе, молчали как партизаны, отрицая даже сам факт полового акта. Убей меня, бог, но я никак не мог усмотреть признаки насильственных действий сексуального характера по отношению к потерпевшим. Они пошли в дом трех только что освободившихся зэков совершенно добровольно. Несколько раз выходили на улицу до магазина за спиртным и имели возможность позвать на помощь, но этого упорно почему-то не делали. Я что-то ничего не вижу и ровным счетом ничего не понимаю в этом абсолютном глухаре Боря. Обратился я к старшему оперуполномоченному уголовного розыска центрального района Борису Комарову, с которым рос вместе в доме на Комсомольском проспекте. «Если бы ты, Серега, видел подозреваемого Сверидова, ты бы сразу все понял. Такому и бить не надо. Сам дашь куда угодно». Как оказалось, Сверидов — это двухметровая горилла, очень похожая на боксера, супертяжа Николая Валуева, причем неоднократно судимая за разбой. Именно он, по предварительным данным, изнасиловал несовершеннолетнюю Ирину. Делать было нечего. Я направил всех трех девиц на судмедэкспертизу. Причем ГУВД края не нашло ничего лучше, как направить за потерпевшими девушками небольшой военный грузовичок ЗИЛ, на высокий борт которого я с большим трудом помог им забраться. Другого транспорта у этих олухов не нашлось, что ли? Сердито подумал я и вдруг с ужасом обнаружил, что у всех трех девиц нет трусов. Вспомнил. Это же я сам заставил их снять в РОВД все нижнее белье, которое направил на биологическую экспертизу. Через некоторое время ко мне в Центральный РОВД позвонил вечно дежурный по городу судмедэксперт Фролов, который задал мне всего один вопрос в лоб. Сергей, ты в своем постановлении поставил вопрос о половом акте в извращенном виде. Так мне надо все-таки брать мазок из ануса или не надо? Да нет, Николай Васильевич, не надо. Я поставил этот вопрос больше для проформы. Из обстоятельств дела это никак не вытекает, отвечал я. Мне нужно от тебя только одно. Являлась ли девственницей несовершеннолетняя Ирина и имел ли место у нее половой акт со Сверидовым? Ну, здесь ты можешь совершенно не волноваться, со смехом отвечал мне Фролов. Эта Ира просто дыра, просто волшебница. Такой разработанный аппарат, дай бог каждому. А спермы у нее во влагалище я не обнаружил. По-видимому, имел место незавершенный половой акт. Сам понимаешь, бывший ЗК возможен сбой от длительного полового воздержания. Вскоре я вместе с братом Женей и экспертом-криминалистом Алексеем Янченковым через 8 лет будем работать с ним на одной кафедре уголовного процесса и криминалистики в Барнаульском юридическом институте МВД Российской Федерации. На дежурном ОАЗе отправился на осмотр места происшествия. Эти злополучные события, так похожие и одновременно не похожие на классическое групповое изнасилование, произошли в частном секторе возле кинотеатра Алтай, в нагорной части центрального района города Барнаула, где с давних времен обосновались оседлые цыгане и бывшие уголовники. Длительная эволюция и естественный отбор привели к тому, что в этом самом криминальном районе города издавна жило, последовательно сменяя друг друга, не одно поколение славных алтайских зэка. Основываясь на показаниях потерпевшей Ирины, я сразу же нашел заветное место в заброшенной стайке, где Сверидов сзади овладел девушкой. На влажном песке четко отпечатались две миниатюрные дамские туфельки и огромные медвежьи следы Сверидова сорок восьмого размера. Алексей, надо бы снять гипсовые отпечатки с этих следов. Это просто чудесная привязка к показаниям потерпевшей и прекрасное дополнение к протоколу осмотра места происшествия, обратился я к эксперту, криминалисту Янченкову. А у меня нету гипса с собой, уважаемый, бодро отрапортовал тот. Ну, тогда силиконовую пасту ка давай. Не отставал я от него. А этого у меня тем более уже давно нет в отделе. Почти радостно воскликнул Янченков. Ну, ты просто ай, молодца, Леша. С неприкрытым сарказмом язвительно произнес я, удивившись такому странному, совершенно непонятному мне пренебрежительному отношению к своим профессиональным обязанностям. Мощно подготовился к осмотру. Паря, нечего сказать. В течение всего времени, пока я проводил осмотр места происшествия, хозяин этого нехорошего бревенчатого дома, уже давно превратившегося в притон для бывших алтайских ЗК, пожилой мужчина лет 60, внимательно смотрел на меня своими хитрыми, прищуренными глазками, а потом, услышав мою прозвучавшую в ходе осмотра фамилию, неожиданно спросил. — А скажите, гражданин следователь, Эдуард Воронин вам не батюшкой приходится случайно? Уж больно вы на него похожи. — Так точно, это мой отец, удивленно ответил я. Оказалось, что мой отец в 1969 году расследовал уголовное дело в отношении этого деда, гражданина Черепанова, причинившего тяжкие телесные повреждения другому гражданину Игнатову, повлекшей его смерть. — Ваш батюшка такой замечательный, такой хороший человек! — с волнением в голосе громко восклицал Черепанов. — Знаете, как он помог мне тогда? Ведь мне реально корячился вышак, если бы не ваш отец. А дело было так. Однажды Черепанов, тогда еще совсем молодой человек, пришел к своему двоюродному деду, пасечнику Игнатову, попить медовухи с водочкой. Дед этот обладал страшной, почти медвежьей физической силой, а в пьяном виде становился совершенно неуправляемым, абсолютно теряя рассудок. В разгар веселья они, как водится, поругались. Дед накинулся на внучка и начал его душить. Чувствуя, что еще немного и он отдаст Богу душу, Черепанов с трудом дотянулся до колуна, стоящего возле печи и нанес им покасательный удар в висок деда, почти сразу же убив его. Шансов ему, рецидивисту, уже ранее судимому за убийство, избежать высшей меры в таких обстоятельствах было практически невозможно. Мой прозорливый папа сразу же просек эту непростую ситуацию, смог убедить Черепанова все-таки дать правдивые показания. Он совершенно замкнулся в себе в ходе следствия, смирившись с неизбежностью и с помощью многочисленных экспертиз доказал убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны, чем фактически спас Черепанова от неминуемой смертной казни. Вот такая неожиданная история, столь неожиданно обнаружившая историческую связь поколений отцов и детей на Алтае, произошла в это ночное дежурство по городу в апреле 1989 года. Казус эксперта Гулимова За мою 30-летнюю службу в должности эксперта-криминалиста в различных подразделениях МВД России было много весьма интересных случаев, которые потребовали от меня, как, впрочем, и от всех участников следственно-оперативной группы, сообразительности, проницательности и неординарности в принятии тактических решений. Особенно мне запомнилось уголовное дело 1995 года, первоначально возбужденное, как это небанально звучит, по факту пожара в коммерческом киоске, расположенном на привокзальной площади железнодорожного района города Барнаула, хотя и повлекшего трагическую смерть двух человек. В результате пожара данный киоск, принадлежащий одной из частных фирм Барнаула, был практически полностью уничтожен огнем, а под обвалившейся крышей мы обнаружили два обуглившихся трупа, предположительно охранников киоска. В ходе осмотра места происшествия нами было установлено следующее. Один труп мужчины имел более значительное повреждение огнем, отсутствовала голова и нижние конечности. В ходе наружного осмотра второго трупа я, будучи в то время экспертом-криминалистом железнодорожного РОВД, в затылочной части черепа, единственном уцелевшем фрагменте головы, обнаружил отверстие диаметром 0,8 сантиметра. Федоров предположил, что данное повреждение было причинено гвоздем от обвалившейся балки перекрытия потолка киостка. На данной версии настаивал и оперативный работник, рассматривающий произошедшее событие как несчастный случай вследствие возгорания электропроводки. Это меня чрезвычайно удивило в тот момент. Мои коллеги почему-то старательно переводили данное, совсем даже неочевидное происшествие, в разряд несчастных случаев, в результате халатности. Однако интуиция мне подсказывала, что что-то здесь не так. Мои обоснованные сомнения в тот момент активно поддержала судебно-медицинский эксперт Алтайского бюро СМЭ Инна Иванова, очаровательная молодая женщина, к которой все криминалисты и опера города Барнаула испытывали очень большую симпатию и уважение. Она, так же, как и я, в результате анализа взаиморасположения объектов на месте происшествия, пришла к категорическому выводу об огнестрельном характере повреждения трупа. Однако пулю нам тогда, к сожалению, обнаружить не удалось, а следователь так и не стал проверять нашу версию. Взятая им на вооружение единственная версия несчастного случая окончательно завела следствие в тупик, а уголовное дело вскоре было прекращено за отсутствием состава преступления. Это дело мне еще долго не давало покоя. После осмотра места происшествия я с головой залез в судебно-медицинский атлас, отсканировал оттуда фотографии выходных пулевых отверстий с характерными радиальными трещинами и сколами кромки отверстия в черепе и приобщил их к своим фототаблицам, взятым с осмотра места происшествия. С большим трудом мне удалось тогда убедить начальника уголовного розыска железнодорожного РОВД Александра Кадыркина, что мы имеем дело с умышленным убийством в результате огнестрела. Несмотря на приобретенного мощного союзника в лице Кадыркина, наше набившее оскомину уголовное дело тогда все-таки окончательно застопорилось. Всем оппозиционерам наконец-то стало ясно, что никто постановление о прекращении уголовного дела отменять не собирается. Примерно через год после этого за совершение разбойного нападения был задержан некий гражданин Моисеев, при котором обнаружен газовый пистолет ИШ-79-8, переделанный под стрельбу малокалиберными патронами. После умело проведенной Кадыркиным оперативно-тактической комбинации гражданин Моисеев признался в убийстве двух охранников, совершенном летом 1995-го года в киоске на привокзальной площади города Барнаула. Преступление было совершено им при следующих обстоятельствах. 20 июня 1995-го года около 21-го часа в коммерческий киоск с находящимися там двумя охранниками зашли две ранее знакомые им девушки. «Девчонки, привет! А вы что забыли на вокзале?» закричал Саша Антонов, увидев недалеко от их коммерческого ларька двух знакомых девушек Таню и Иру. «Да мы здесь рядом на привокзальной, были в гостях у подруги». «Ну так заходите, бухнем пивасика, покурим». Саша уже более двух лет работал охранником в этом ларьке возле вокзала. Сюда же привел и своего друга Геннадия Васильева. В отличие от Саши, Гена был совсем непростым малым. Он являлся племянником большой милицейской шишки в Барнауле. Но лихие девяностые не щадили ровным счетом никого, в том числе и тогдашнюю золотую молодежь. Помыкавшись больше года в поисках работы, в конце концов Гена причалил к этой тухлой пристани, неказистому коммерческому ларьку возле вокзала. Ребята уселись вчетвером в ларьке, задымили, потягивая из горла барнаульское пиво Мидея, тогдашний бренд столицы Алтайского края. За душевной беседой два часа пролетело незаметно. «Девчонки, нам с Геной надо отлить. Посторожите здесь, мы быстро». «Так мы тоже хотим», слабо запротестовали девушки. «Только после нас», засмеялся Саша, и ребята отправились в туалет в здании вокзала. Когда они вернулись, девчонки уже совсем захмелели. Они повторили еще по бутылочке пива, и в какой-то момент Гена почувствовал, что он стал отрубаться. Вскоре два порубка провалились в глубокий сон. «Ага, клофелинчик сработал, родненький», с удовлетворением сказала Таня и открыла дверь ларька. В ларек зашли два угрюмых парня криминальной наружности. Одного из них звали Николай Моисеев, второго Олег Власов. Убедившись, что охранники крепко спят, Моисеев достал газовый пистолет ИШ-79-8 переделанный под стрельбу боевыми патронами. Он неторопливо подошел к Александру Антонову и произвел выстрел ему в затылок. Антонов рухнул на живот. Затем Моисеев подошел к Васильеву и хладнокровно выстрелил ему в левый висок. Пуля прошла насквозь и вышла из правого виска. Геннадий замертво упал на правый бок. Именно поэтому после пожара и остался целым фрагмент кости правого виска. Вся левая часть черепа сгорела. Затем бандиты устроили беспорядок в ларьке, имитируя драку охранников. Моисеев еще зачем-то полил всю коммерческую документацию водкой. Власов вскрыл сейф и достал оттуда два с половиной миллиона рублей. Дневную выручку коммерческого ларька того времени сумма немалая для середины девяностых годов. Но разве можно оценить этой жалкой резаной бумагой в эквиваленте жизнь двух молодых парней? Вопрос, на который я не могу ответить до сих пор. Этнические бандиты Красноярска В далеком-далеком детстве в моем любимом советском журнале «Вокруг света» мне довелось прочитать удивительный и очень страшный рассказ американского охотника «Дикая охота на кабанов». Автор, участник реальных событий, с горечью повествует о том, как три друга охотника устроили дикую поистине варварскую охоту, устроив лабазы в виде гамаков между деревьями на пути миграции тысячи кабанов. От жадности охотники устроили самую настоящую бойню, завалив трупами сотен кабанов всю территорию, примыкающую к лабазам. Финал этой истории оказался очень печальным. Кабаны полностью опровергли миф о своем врожденном слабоумии, проявив недюжинную тактическую хитрость и изобретательность. Они довольно быстро сориентировались в этой очень непростой для них ситуации, обнаружив алчных охотников и их хитроумные лабазы, и принялись с невероятным упорством подрывать корни гигантских сосен. Вначале это вызвало у охотников лишь саркастический смех, уж больно неподъемными казались им тогда эти гигантские стволы вековых сосен для маленьких кабаньих клыков. Но потом, потом смех трех друзей сменился недоумением и смертельным ужасом. А вскоре кабаны успешно повалили два дерева и буквально растерзали в клочья на глазах обезумевшего от страха автора рассказа двух молодых мужчин, да так, что от них остались лишь клочки одежды и фрагменты обуви. Когда пришел наконец черед умирать автору, лишь необъяснимое чудо спасло его. Он едва успел отвязать один конец гамака от падающей сосны и безвольно повис на другом конце гамака, молясь Богу и прощаясь с жизнью, как внезапно кабаны потеряли к нему всяческий интерес и продолжили свою миграцию. В конце рассказа автор, мучимый угрызениями совести, приходит к печальному выводу, что это Бог наказал его и друзей-охотников за жестокое бессмысленное убийство ни в чем не повинных животных. Вот уж не думал я и не гадал, что нечто подобное произойдет и со мной в апреле 2017 года в Красноярске. А дело было так. 30 марта 2017 года после лекции в моем институте я решил пообедать в ресторане «Шашлыков», который расположен на улице 78-й добровольческой бригады и пользуется популярностью у красноярских гурманов. Мне всегда нравился этот уютный гриль-бар на третьем этаже с весьма демократичными ценами, удобными диванами и добротной кухней. Мои пристрастия в этом заведении общепита были всегда постоянными. Я неизменно заказывал постное блюдо с печеными овощами, жареные креветки в чесночном соусе и кружку другую добротного домашнего пива, которое варят в Новосибирске специально для сети ресторанов шашлыков. Местные официантки достаточно хорошо знали мои гастрономические пристрастия и меню уже не предлагали. После обеда я весьма довольный собой и проведенным временем в гриль-баре как обычно прогулялся пешком до остановки Медистал и сел на автобус номер 63. Примерно через две остановки я каким-то звериным чутьем почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я обернулся и увидел стоящего рядом со мной азербайджанца в возрасте около 40-45 лет. Хотя возраст у представителей этой нации можно определить весьма и весьма приблизительно. Они, как известно, выглядят намного старше своего возраста уже после 30 лет. Это был коренастый мужчина ростом около 1 метра 74 сантиметров, одетый в черную куртку и джинсы, круглолицый, с короткой прической и выразительным лицом пупса, только очень старого и ужасно некрасивого. Определенно мне этот тип не понравился, и я на всякий случай вышел раньше на остановке Северной. Азербайджанец тут же выпрыгнул почти на ходу за мной. Здесь я уже почувствовал неприятный холодок по спине, как будто змея заползла под рубашку. Я демонстративно встал сзади мужчины, который стал заметно нервничать, бросая на меня косые сердитые взгляды. Затем, не выдержав, он вошел в подошедший автобус номер 53 и тут же стал лихорадочно набирать номер мобильного телефона. В моем характере всегда присутствовала эта странная чертовщинка, неумное мальчишеское озорство, и я полностью повинуясь непобедимому чувству детского куража, показал азербайджанцу выразительную очень смачную факу, с удовольствием наблюдая гримасы злобы и удивления на его безобразном лице. По гороскопу я близнецы, потому что родился 4 июня 1964 года в год огненного дракона. Как известно, близнецы терпеть не могут, чтобы какая-то бл... тем более южная, посмело ограничивать, причем в любой форме их свободу и независимость. Поэтому я с тупым упорством и злостью 3 апреля 2017 года в 15.00 вновь отправился на поиски приключений в ресторан шашлыков. Ко мне, как всегда, подошла симпатичная официантка славянской внешности и, улыбнувшись, спросила нежным голоском. Печеные овощи, жареные креветки и 0.5 нефильтрованного пива? «Ессс», ответил я, подарив, как мне показалось тогда, свою самую очаровательную улыбку этой юной прелестнице. Потягивая пиво из бокала, я стал наблюдать за посетителями бара. В этот час, в понедельник, ресторан бывает почти безлюдным. Лишь человека четыре за моей спиной. Впереди столики были все свободными. За барной стойкой я увидел бармена, молодого азербайджанца лет двадцати пяти, с короткой стриженной бородкой, который напряженно смотрел на меня. «Раньше я этого бармена что-то здесь не видел», подумал я и решил сыграть в игру под названием «Оперативная провокация». Я подозвал мою очаровательную официанточку и шепнул ей на ухо. «Девушка, откуда взялся этот новый бармен?» «Он у нас совсем недавно работает», сказала девушка, «Мы его совсем не знаем». «А вы знаете, что он находится в федеральном розыске, так как его фотография висит в отделе полиции советского района?» «А вы уверены в этом? Может быть, вы все-таки ошибаетесь?» Девушка была явно напугана этой моей фейковой информацией. «Нет, дорогая, я не ошибаюсь. Я профессор криминалистики и каждую неделю провожу занятия со студентами в этом отделе полиции. Это он однозначно». «Ой, у меня к вам просьба. Вы когда точно узнаете про этого бармена, скажите мне, пожалуйста, ладно?» попросила девушка. «Конечно скажу». Через несколько минут в бар зашли двое парней. Один был явно азербайджанцем с трехдневной небритостью на щеках и типичной внешностью жителя славного города Бакы. Другой славянской внешности ростом около одного метра девяносто сантиметров. С короткой прической, темно-русыми волосами, большим задом и ногами буквой «Х». Парень имел курносое лицо забавного рязанского вахлака, одет в светлую куртку и джинсы. Я подозвал «Ну все, я делаю ноги». Я оказался прав. Этот бармен наводчик. Он уже позвонил своим коллегам. Вот эти двое парней пришли по мою душу. Готовь счет, я ухожу. Девушка выглядела явно испуганной и растерянной. Я рассчитался по банковской карте и стремительно покинул ресторан. Выйдя на улицу, я зашел за угол и стал ждать. Через минуту прямо на меня наткнулся дебелый рязанский парень. От неожиданности он отпрянул от меня и пошел вниз по улице 78-й добровольческой бригады. Повинуясь инстинкту охотника, я двинулся за ним. Парень стал испуганно оглядываться и лихорадочно звонить по мобильному телефону. Я прошел за ним одну остановку и сел на остановке Сбербанк на подошедший автобус номер 50. На следующей остановке в автобус зашли двое. Поскольку я долгое время работал в Барнауле тюремным прокурором, мой глаз рентген. Я узнаю своих клиентов под любой личиной, в любом прикиде, при любой гавриле. Вот и сейчас передо мной стоял типичный русский ЗК 45 лет с коричневой кожей лица от постоянного потребления чиферя, характерным тюремным говорком, который мне напомнил моего старого знакомого рецидивиста, ныне покойного Толика Бандеру из Барнаула. Ну все, я уже в автобусе, прохлепел ЗК в мобильник. Через десять минут буду на месте. Второй вошедший в автобус русский темноволосый коренастый парень лет двадцати пяти с круглым лицом, одетый в черную куртку с капюшоном на голове и черным ранцем за спиной. Он встал рядом с ЗКом, бросая на меня косые осторожные взгляды. Парнишка, очевидно, работает под тинейджера, причем явно не по возрасту, подумал я, удивившись такой четкой организации моего преследования. Они гнали меня очень профессионально, по всем законам оперативно-розыскной деятельности, парами, как настоящие волки. За всеми их безупречными действиями чувствовалась рука умного и весьма умелого координатора. На остановке детская поликлиника я решил выйти. За мной тут же увязался хвост из двух киргизов. Один коренастый, ростом около 1 метра 74 сантиметров, второй щуплый, чуть пониже и помоложе, с неприятным прыщеватым лицом. Тут уже вся мозаика окончательно сложилась в моей голове. Под крышей ресторана шашлыков орудует мощная межэтническая организованная преступная группа, которая только на мое преследование легко мобилизовала около 20 человек. По всей видимости, они меня ждали. Ждали долго. А разозлила их, конечно же, моя фака 30 марта 2017 года. Они поняли, что я раскусил их великолепно отработанный механизм преступления. Они долго и успешно бомбили квартиры состоятельных с их точки зрения клиентов ресторана. Я стал, безусловно, серьезной угрозой для благополучия и процветания этой банды. Пытаясь уйти от преследования, я стал накручивать круги, делая петли. Бесполезно. Уже знакомые рожи опять вновь и вновь оказывались на моем пути. Тогда я попробовал сделать обманный ход, зайдя за какой-то девушкой в первый попавшийся подъезд за детской поликлиникой. Я просидел в подъезде около часа, но когда я вышел на улицу, меня вновь ждали две опостылившие киргизские рожи. Я перешел на другую сторону улицы 9 мая. Чуплый киргиз встал вновь прямо за мной. Я подошел к нему и сказал, послушай, я полковник милиции в запасе, 15 лет в уголовном розыске, я здесь живу, это мой район, мне твое прыщеватое лицо очень не нравится, даю тебе ровно 15 минут и чтобы я тебя здесь больше не видел, ты понял? Он молча кивнул и отошел в сторону. Я сделал еще одну неуклюжую попытку оторваться от преследователей, сел на автобус номер 53 и проехал до остановки Урванцева. На остановке меня уже ждал мой знакомый тинейджер с черным ранцем и капюшоном на голове. Я подошел к нему и зловеще произнес «Если ты будешь ходить за мной, я отстрелю тебе яйца». Он подпрыгнул от неожиданности и завопил «Дядя, ты совсем ебнулся!» И отошел от меня в сторону, бросая сердитые взгляды. Я видел, что меня взяли в коробочку. Там был и зака, и долговязый резанец, и с ними еще человек десять русских парней возрасте до тридцати лет. Делать нечего. Я решил позвонить моему коллеге, преподавателю Сибирского юридического института МВД Российской Федерации, подполковнику полиции Михайлову Алексею. Алексей приехал за мной довольно быстро. Мы до самой ночи катались по городу, и, наконец, полностью уверовав в то, что нам удалось оторваться от погони, около двадцати трех часов он подвез меня к моему подъезду. На следующее утро, около одиннадцати часов, я собрался на работу. Я вышел на улицу, вокруг все было спокойно. Я прошел по улице Шумяцкого и вдруг встал как вкопанный напротив банка ВТБ 24. На остановке 147-я школа стоял луналикий, уже хорошо знакомый мне прощеватый Киргиз. Они меня все-таки просчитали. Я вернулся к подъезду и со стороны продуктового магазина увидел моего дорогого тинейджера, который направился прямо ко мне. Суду все ясно, подумал я, и поскольку занятий у меня до июня нет, решил взять этих мерзавцев измором. Я сел в свою домашнюю крепость. Уже четыре недели я выдерживаю оборону в своей любимой крепости доме, фиксируя всех членов банды на отличный фотоаппарат Canon с телескопическим объективом. Так, 11 апреля 2011 года мне удалось сфотографировать возле моего подъезда бандита по кличке Рязанец, который преследовал меня самым первым 3 апреля 2017 года от ресторана шашлыков и до самого дома. В этом есть несомненные плюсы. я уже четыре недели блокирую деятельность этой банды, а значит городу дышится немного легче. Я живу на десятом этаже и все эти бандитские рожи у меня на виду. Они дежурят с утра до вечера. Не думаю, что они дежурят ночью, но эти волки меня явно боятся, это факт, потому что я охотник, а значит победа всегда будет за мной. Уголовный розыск советского района очень скоро ждет большой поистине царский подарок. Нераскрытые квартирные кражи и гоп-стопы за многие годы с участием клиентов ресторана шашлыков. Ура, ура, ура! По скриптум. Обратите внимание на последний кадр в представленном мной расследовании. На нем два полицейских из отдела полиции советского района города Красноярска. Одна из них впоследствии опознанная сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю. Это дознаватель отдела полиции Татьяна Викторовна Мельникова. 23.11.1980 года рождения. Владелец автомобиля Белая Мазда гос. номер А 937 КВ 124 регион. 11 апреля 2017 года около 18 часов эти два полицейских оборотня в погонах вместе с азербайджанскими бандитами предприняли попытку войти в мою квартиру, что называется, на плечах. Ничего у них не вышло, как вы понимаете. Иначе бы я этот комментарий уже не писал. Уже в 2019 году я узнал от своего ученика в уголовном розыске Красноярского края, что за всеми азербайджанскими бандитами, коих в Красноярске насчитывается около 35 тысяч человек, при общей численности диаспоры в 250 тысяч человек, стоит глава азербайджанской общины Красноярска, миллиардер и депутат городского совета от партии Единая Россия Талех Сади Аглы Махмудов. Именно он отправил полицейских оборотней ко мне, среди которых, как оказалось, была моя ученица из полицейской академии города Красноярска Татьяна Мельникова, чтобы вытащить меня из квартиры любой ценой, либо проникнуть в хату на плечах этих продажных копов. В 2020 году я затеял с главой этнических гангстеров Махмудовым рискованную оперативную игру, которая едва не стоила мне жизни. К сожалению, все наработанные мной оперативные материалы так и не получили должной уголовно-правовой оценки в Следственном комитете России.